Друзья, существует мнение, что прививка это сложно. Существует мнение, что прививка подвластна не каждому. Опять же, многие думают, что это не нужно и вообще бессмысленно. Валерий Константинович, как вы считаете, может ли освоить прививку простой садовод? И зачем ему это нужно? Значит, мы для этого сидим, чтобы любой садовод мог сделать прививку. А зачем? А зачем? Тогда придется начать сначала. Итак, существуют деревья корнесобственные, причем они могут дать некачественные плоды, последствия, поздно дать плоды. А могут быть все-таки, как вот эти вот, вы видите, всю эту красоту. То есть неконтролируемо. Неконтролируемо, но высокий процент хороших плодов. То есть, например, не хочешь прививать, у меня доставай эти самые косточки, семечки, вот тут же половины деревьев не привиты же, а плоды. Смотрите, ну, в общем, вот такие вот можно получать с непривитых деревьев. В одном случае, к сожалению, и вот такие можно получать. Вот. Если мы привьем, что при этом мы получим? Какие плюсы? Первое, значит, скороплодность невероятная. Значит, бывает прививка на одно-двухлетие, особенно двухлетние подвое, и сразу закладывают молодой саженец, полтора-два метра, сразу закладывают сотни и тысячи цветочек почек. Итак, первое плюс, это скороплодность, второе. Но все-таки хорошо, когда не спешит. У каждого дерева должна быть юность, то есть детство. Ну, развиться все равно надо. Спешить не надо, никаких приемов по ускорению сроков нельзя. Все равно, все равно привитая даст плоды, если на второй год, а на третий, четвертый, вы уже узнали, что у вас получилось. То ли вы купили привитые, вот он, прекрасные плоды, то ли вас обманули, и вы возьмете привычный нож. Почему? Чтобы перепривить его неводно. Первый плюс, это скороплодность, второй? Второй, значит, сохранение качеств плодов, то есть ветку. Родинская форма какая была, такая и будет давать. Да, 90% случаев. А бывают исключения. Вот на этих исключениях построено и мое садоводство. Мне удавалось получать изначально плоды 30-граммовые, через колец 100 граммовые. Это уже для волшебников, для романтиков. Но в идеале это все дело для простых людей, хотя бы получать вот такие плоды, что я угощал, да, вот такие вот. Это в данном случае среднячки. Засуха дикая, вот, совершенно дикая засуха. Урожай невероятнейший. Тогда они получаются для меня мелковаты, а для среднего садовода это соки, компоты, варенье, это дети, это, видели же мои детей, что творится. Как влияет прививка на зимостойкость? Как влияет на морозостойкость? Значит, я уже тут обморился. Повторяю вначале, что садоводство пошло по пути семенного размножения, а отбора. И так можно до бесконечности это делать и в конце концов оказаться с первой точки. Почему? Вот плоды прекрасно 50 грамм. Вот они, да? Вот. Их можно сколько угодно заниматься этим. Если этот посадить, получится грамм 30-40. Если привьете со 100-граммовым, получится еще больше. А еще одно-два поколения, они снова вернут сюда. Прививка, как минимум, сохраняет качество. Попробовал, ветку взял, привил, и 90% случаев вы получите в своем саду точно такие же плоды. Вот почему? Потому что прививка, это клонирование. Вот. Один из... Есть несколько способов клонирования, я же не буду сейчас. Но, тем не менее, каким образом влияет прививка на зимостойкость? А, я же отвлекся. Значит, она влияет так. Мы подходили к Жерделе. Это дерево с Херсонской области Украины. Привили на супер морозостойкий... На Ажурский. На Ажурский абрикос. И мы подняли зимостойкость. Если этот минус 50, то хотя бы до 40. Все-таки прививка, это еще и сращение биологической совместимости. Часто же бывает, что когда-то я начинал, первые 40 привил королевского. Знаете, сколько получилось? 39 мертвых. Значит, надо, надо уже... Эти подвои, привои должны быть с одного сада. Раз. Это один из моих секретов всему света. С одного этого сада. И только тут биологическая совместимость до 100%. Вот. Но дальше смешанный сад, его влияние генетика, это мы пока оставим. Вот. Для чего мы здесь сидим? Давайте покажем, каким же образом делать прививку. И момент. Когда мы ее делаем и на что? Так. Есть несколько способов прививки, есть несколько сроков прививки. Есть прививка весенняя, летняя, осенняя и даже зимняя. Значит, мною проверены все и все. Вот. Сейчас, допустим, кто-то скажет, Константинович, август, уже можно это, прививать почкой. Окулировка. Вот. Окулировкой, в скобках, почкой. Я этот способ проверял. Вот. Им можно прививать, так, но не в Сибири, скажем так. В Сибири надо что-то понадежнее. На юге России, пожалуйста, прививайте. Там получается так. Вот к такому вот толстому прививаешь, вот такой. И когда вот этот толстый, тонкий пошел в рост, видите, как я показал сбоку, да? Вот. Вот здесь остается страшная рана, размером в несколько раз больше прививки. И вот эта страшная рана, и вообще эти привитые окулировкой саженцы, их на рынке полно. Вот. Их пропагандируют все. Я это называю калекой. Это инвалид, это калека. Их нельзя допускать в Сибири. На юге еще простительно. Каким же образом мы тогда делаем прививку в Сибири? Значит, идеальный случай, это когда один к одному, плюс мы делаем замочек, расщеп замочек. И сейчас я вам это продемонстрирую. Покажем? В принципе, покажем. И еще почему. Кстати, не думайте, да, абрикош просто калечил дерево. Знаете, почему такое? Оно залезло под взрослое дерево, ему не жить. Видите? Ну и вы поэтому его удалили. Да, я его просто использую, ну, хоть пользу, называется, хоть пользу от него. Итак, представьте себе, что сейчас ранняя весна. В идеале в Сибири это апрель месяц. Так. Друзья, сейчас апрель месяц. Мы показываем то, что происходит в апреле месяце, поэтому листья убираем. Да. У нас новые ветки. Все начинается с чего? С инструмента. Я вынужден это рассказать. Почему? Присылает мне и говорит, что мы вам дарим. И мне подарили обыкновенный, назовем его, перочинный нож, которым максимум хлеб можно порезать. Заточка на обе стороны. Так. А почему? Он чаще всего встречается, чаще всего. Я в Москве проводил семинар, семинар, сидит 100 человек, я говорю, ножи принесите свои, я буду вас учить. На следующий день 2 человека принесли ножи, 19 из них были такие, негодные. Вот. Один был, это я отобрал человека в ногу, один был такой, вот. А этот уже лучше. Сильная заточка с одной стороны и все-таки каемка с другой стороны. То есть все равно перетачивать. Но он хотя бы уже что-то может. И, наконец, нож близко к идеалу. У меня есть нож, он для семьи Сергея Железов, сын, он же питомниковод. Он его спрячет так, что и сам не найдет. Тот Зелинген, это немецкий, он сейчас стоит огромные деньги. Раз. Подделки китайские не в счет. Если вы закажете Зелинген, все равно пришедут китайские. Вот. А этот второй по качеству. Я же испытал десятки ножей. Вот. И, может быть, как-то сказать хотя бы, что это? Это нельзя. Не надо, не надо. Это будет реклама. Все. Расскажите про заточку. Теперь заточка. Почему она важна? Заточка в одну сторону дает ровный длинный срез. Возьмете обоконенный. Даже хорошо наточите двусторонней заточкой. Просто перочинный нож, столовый нож. Вы видите, что он елозит. Вот. А здесь так. Камень. Камень самый гладкий. Это последний этап. Если его надо переточить, у нас много умельцев, то на последнем этапе все-таки такой гладкий камень. И только одну сторону затачиваем. Только одну сторону. Только одну сторону. И чуть-чуть, чтобы тут же завсенец появляется. И чуть-чуть другую. Так, чтобы ни в коем случае она оставалась идеально ровной. Потом вон там висит этот старый кожаный ремень. Я вставать уже не буду. Раз, раз, раз. А дальше бродобрее так всю жизнь. И потом, когда он уже может многое, этот нож идеально заточен. Вот. Помните, как этот бороду? Раз. В кино. Вот до такой степени. Вот. Мы начинаем. Вначале это так. Я утрирую. Человек взял. Ему надо научиться. А у него единственный бесценный черенок. Что он с ним делает? Раз. Коротковат. Вот так, допустим. Коротковат. Раз. Не получился. Раз. Опять. И, наконец, он дошел. Ой, казалось бы, все, хорошее получилось. Но эта часть негодная. Поэтому начинаем с чего? Самой нижней части. Вот этот, вот это, чтобы не сотворить себе и не угробить сильнейший черенок, вначале идет летнее, осеннее, зимнее, до апреля месяца. Сотни раз, сотни раз, сотни раз, сотни раз. Нужно учиться делать это движение, чтобы четко, ровно отрезать. А потом, когда приходит апрель, приходит апрель, он берет, смотрит вот здесь вот. Раз. Вот это и есть идеальный срез. Выглядит страшно, на самом деле, когда... Смотрите, и мгновенно эта вода дождевая, весной снеговая, талая, в идеале. Летом, ну, вон, бочка, вон, с этого. Сразу обмакнули воду. Обмакнул воду, и теперь, пока она мокрая, я могу с вами спокойно говорить. Теперь так. Вот здесь, вы видели, какой? Вот это и есть идеал. Вот вы не смотрите, что у меня руки трясутся. Поверьте, уже от возраста. Все. Я уже не могу так. Но показать еще могу. Вот здесь, на расстоянии одной трети, я делаю вот так вот. А видно же, да, все я делаю. Вот, один замочек готов. Вот, теперь секатором отрезаю. Смотрите, вот эта почка, скорее всего, попадет под пленку. То есть, раз, два. Для новичков. Для старичков три, не больше. Смотрите, как это делается. Косой срез, да? Косой срез, 45 градусов. Чуть выше почки. Вот. После этого верхняя почка может замерзнуть. Угу. Может. Кстати, видите, как это секатор калечит? Вот. То есть, все, чем мы работаем, должно быть высококлассным. Да, да, да. Вот этот секатор мне подарили на день рождения. И вот. И надо еще один покупать теперь. Почему? Грубый. Посмотрите. Зарушил. То есть, это антиреклама. Но, в таких случаях я делаю так. Оставляю, ладно, две почки. Смотрите. Идеально? Ну да. Идеально. Это я еще не буду. Могу еще раз мокнуть, чтобы не сохло. Что мы дальше делаем с этим черенком? А теперь представим себе, что это и есть тот самый долгожданный черенок. Бесценный. Откуда я его взял? Еще раз. Я его взял с самого низа. Значит, запоминайте. Здесь, допустим, нижние две-три почки спящие. Мы их не берем. Еще две-три оставляем на ветке. На рост. А ветки у меня знаете какие? Обычно. Ну, вот Елена показывала. Ветра полтора-два. Значит, даже сильно толстые основания, к сожалению. То есть, к счастью. И вот получается, что если брать ниже пять-шесть веток, и квотчик оставляется на дереве, отрезается. Теперь с этой полученной ветки, надеюсь, что не меньше метра, вот, получается вот такой черенок. Один, два, три. Теперь, когда вы третий и последний сделали, вы делаете вот такой широкий жест. Это выбрасывается. Это в середине лета выросло. Это не годится для качественных саженцев. Но при этом имейте в виду. Значит, когда вы закажете саженцы, мне прислали вот это. Вот. Верхушки. Чаще всего. И люди даже думали, что они благо приносят. Так, с этим все. Теперь так. Куда мы этот саженец... А теперь представим себе, что вот это вот, он растет. Представим себе, что это дерево. Лучше... Саженец. Лучше всего, когда он уже растет. Встали на колени. И как можно ниже делаете точно такой же срез. Видите, сохнет, и опять макнул. И он ничего с ним не сделается. А вот это вот, прием, редко-редко, когда упоминается в литературе, в фильмах. Вот. А это вот себе растет, встал на колени. И... Ну, здесь трудно это сделать, потому что там есть упор. Поэтому я чуть выше делаю, да. Вот. Я делаю точно такой же срез. Вот. Теперь смотрим. А он у меня... Ну, это из-за того, что здесь... Вот. Приходится делать еще раз. Подправить. Подправить, да. И вот получается... Вот такой вот. Получается точно такой же. Здесь делаем надрез. Вот. Здесь надрез смачиваем. Ну, в данном случае я ножом смачиваю. Далее встал... Соединяем. Соединяем. Вставляя друг в друга. Ага. Проверьте мою работу. Вот. Идеально осуществлены. Комбиальные слои совместились. Комбиальные слои совместились. Соответственно, этот саженец... Представим себе, что этот саженец у нас выживет. Дальше обмотка? Да. Теперь смотрите. Обмотка никем попала. Это у меня есть... А почему, кстати, не замазать варом? В Новокузнецке живет волшебник. А? Почему, кстати, не замазать варом? Это место, а именно обмоткой. А, иначе оно умрет сразу. Почему? Вар в данном случае, он просто уничтожит кору. И все. И он просто умрет. То есть мы обмазываем толькументой? Как бы я не сделал идеальный срез, посмотрите. Сквозь него... Видно... Нам нужно притянуть. Притянуть. И не просто притянуть. Давай, я тебя буду держать. Нет, я сам тут нельзя помогать. Ну, давай. Смотрите. Вот это вот... У вас, в вашем землях, Сафронов, Антон Валерьевич, делают вот такие вещи. Вот. Ну, а мы с ним на пару реализуем. Смотрите, что получается. Ну, в данном случае я показываю. Вот. Он тут прищиплен, ладно, вот они. Привививочная лента. Два этих самых. Два размера, видите? Вот. Один на тонкий, другой на толстый. Самое главное, чего нет в изоленте. Некоторые применяют сантехническую ленту. Ее даже продают как прививочную, наглую. Вот. Лента фум. А у них, кстати, лента, которая называется... Помните, где очень быстро она сама исчезает? Хоторазрушаемая. Хоторазрушаемая. Все это сказки. Ее никто не снимает. Она остается на год. Вот. И на второй год. Это все сказки. И под ней разрушается кора. Это просто, ну, назовем это ход пиаровский. А на самом деле она очень опасно, вредна. Ее бы запретил, но я же не имею права. Так вот, качество главное в этой ленте, полихлороидиновое, полипропиленовое, это то, что, смотрите, она упруга. И смотрите, как она сохраняет свои качества. Внимание, смотрите, я использую силу. Поехали. Еще. Еще. Она растягивается. Растягивается, но не как сопля. Но не как сопля. Рвать ее не получится. Рвите, рвите. Смотрите. Вот это. Это самая идеальная вещь. Теперь я беру эту идеальную вещь. Я не хочу, у меня одна осталась. Вот. Так. На данный момент. Потрошить не буду. Вот она. Вот она. Так. Теперь я беру предыдущие. Итак. Когда мы делаем вот такой способ, он называется, это самое, сейчас, как бы сначала, это лучная копулировка. Вставляю один другой. Как бы идеально ни было, но обязательно притянуть. И причем я от всех, кто как бы учителей, самый учительный, я учу как можно больше на грани порыва ленты. Все равно, вот посмотрите, все эти солозы. Притягиваете ее. Да. Начинаю снизу. А потом, смотрите, со всей силы, со всей силы. Вот так я делаю, чтобы она не стала сгутом. Вот так. Со всей силы, со всей силы. И теперь попробуйте, чтобы не прижилось. Вот. И самое интересное, что при этом она свои качества эти самые. Ну, это простой раз там. Самый простой узел. То есть это все мы делаем рано-рано весной до массового сокодвижения. В начале сокодвижения, скажем так. В начале сокодвижения. Ага. Через какое время снимать ленту? В июле месяце. В июле. Как мы узнаем, что черенок прижился? А он врастил сейчас? В мае он уже пойдет в рост. Если в апреле приедете, в мае уже вообще растет. Там еще тонкость и столько, что мне на несколько часов разговоров. Я не буду второй способ описывать. Сам принцип. Еще раз. Как можно ближе к земле.